Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье — наша судьба. И мы величайшие во все времена, и первое место в мире — это наша судьба. Я не могу. У меня эмоции зашкаливают. Я даже не знала, что... Я только два дня назад узнала, что школу я буду проводить. Для меня это... Вы знаете, я очень сейчас волнуюсь, у меня сердце вот так стучит. Для меня это такая большая честь. Я настолько благодарна вообще всему, что в моей жизни происходит. И, конечно же, я в первую очередь благодарю Господа своего. Во вторую очередь я благодарю Владимира Довганя за то, что он подарил нам реальное чудо. Я считаю, суперджамп — это чудо. Реальное чудо, какая-то сказка, которая ворвалась в мою жизнь. Поэтому я ему низкий поклон передаю. И сегодня он лично мне прислал голосовое сообщение, которое просто я слушаю, как аудиотренит целый день. И оно меня так зажигает. Поэтому я благодарна за это сообщение. Это просто мне теперь на каждый день подъем еще больше. Я благодарю, конечно же, Петра Силкина, Роберта Ра, Алексея Квашнина, Айше Ханук. Я благодарю всех своих, свою команду. У меня очень сильная, мощная команда лидеров. Вы знаете, я пришла в компанию 4 января. И сегодня я 5-й ранг. Я номер один. Представляете? 4-й ранг я номер один была. Теперь я 5-й ранг номер один. Но я верю, что и 6-й ранг я номер один. Мне 100 баллов осталось до 6-го ранга. Так что скоро я буду 6-й ранг. За 3 месяца, я надеюсь. Поэтому это, знаете, вот действительно, я суперджамп приняла всем сердцем, всей душой, всей своей жизнью, всеми своими мыслями, эмоциями, чувствами и всей своей семьей. Практически моя семья вся прошла суперджамп. Я вам сейчас подробнее об этом расскажу. Зовут меня Наталья Ветрова. Я мамочка троих детей. Живу я в Ростовской области. Кстати, переехали когда-то с Донбасса, когда началась война в 2014 году. И вот мы в Ростовской области живем с этого времени. В 42 года я родила ребенка третьего. И я решила пойти в интернет зарабатывать. И вот я с 2017 года пробовала разные методы. Вы знаете, я прошла матрицы. Я прошла хайпы, бинары, тренары, инвестиции, разные пирамиды, лохотроны, продуктовые компании. Вы знаете, я все попробовала. Вот все, что есть в интернете. Вот скажите мне, что ты не попробовала. Я попробовала все. Но скажу одно. Ничего лучше суперджамп не существует. Я вам честно говорю. Потому что я попробовала все. Все остальное, знаете, это было все время беспокойство. Это было вот такое какое-то... Вот даже я и поднимала и зарабатывала большие деньги. Но вопрос в том, что всегда было недовольство от людей. Какое? А вот давай, сделай за меня. Поставь мне человека. Давай поработай за меня. Да, там если это матрица, если бинар. Давай, давай. Все от тебя требуют. Если это инвестиции, хайпы, ты трясешься, вернешь ты эти деньги или нет, да? И в том году я рассказывала на четвертом ранге свою историю, да, месяц назад. Может, кто-то слышал, кто-то нет. Я вкратце расскажу, почему я пришла в суперджамп и как я сюда попала. Я попала в такую ситуацию, в которой многие попали в прошлом году. Мы многие были в финансовой пирамиде, там и Финика, и другие, которые лопнули, да? И я вложила туда несколько миллионов. И когда я все это потеряла, что пришло? Разочарование, упадок, угнетение, депрессия, апатия. То, что сейчас переживает практически весь мир, да? Вы со мной, наверное, согласны. Потому что сейчас в мире этого очень много. Страхи, безвыходное положение, безработица сейчас добавилась. То есть мы в такое время сейчас, знаете, мы вот как спасательный круг. Вот для меня суперджамп – это спасательный круг. Как будто я тонула, и мне кинули этот спасательный круг, и меня вытащили, я за него схватилась. И меня подняли наверх на корабль «Победа». Я всегда говорю, моя жизнь или беда, или победа. Вот такое чувство, что я ехала на корабле – беда. Но когда меня спасательный круг подали и вытянули на корабль «Победа», я стала победителем. Вы видите, я победитель. Поэтому я вам хочу сказать, что произошло со мной. Я полностью была в депрессии, полностью в разрушенном состоянии. И мало того, что это душевное мое состояние, мое духовное состояние упало, и еще мое физическое состояние упало. То есть у меня начал разрушаться тазобедренный сустав. Мне поставили ужасный диагноз и сказали, вам нужно заменить тазобедренный сустав. Все. То есть я уже себя видела инвалидом. То есть я хромала, я нормально не могла ходить. Я лежала, дети мне носили кушать в постели. Ну, то есть, знаете, когда ребенку у тебя 5 лет только, и ты себя уже не видишь нормальным, это вообще ужасное состояние. Вот. И что я хочу сказать. У меня, знаете, была такая молитва к Богу перед Новым годом. Я не видела выхода никакого. Я вообще не хотела работать уже нигде, ни в матрицах, ни хайпах, ни инвестициях. Я разочаровалась во всем. И знаете, я однажды перед Новым годом, говорят, нужно загадать желание. И я говорила, боже, я так хочу работать сетевым. Мне очень нравится сетевой маркетинг. Я люблю людей, я люблю отдавать, я люблю служить людям, потому что я считаю, что лидер – это слуга. И я люблю служить людям. Тихо, Танечка. Тихо, Танечка, Танечка, Тихо. Вот. И я хочу сказать, что, знаете, я просто сказала, боже, если это возможно, дай мне какую-то компанию, которая будет мне приносить радость. Я не хочу хайпы, инвестиции, матрицы, все перечислила. Но почему-то я сказала, будет приносить радость. Но я не знала в то время о Супержам. И буквально через два дня после этого прошения ко мне пришел ответ. Когда мне моя знакомая, она, зная мою ситуацию, сказала, Наташа, есть методика, нужно ее пройти. И все, вы знаете, я отказалась напрочь. Я не приняла эту информацию напрочь. Но потом она, знаете, она получила меня за то, что она не отступила. Вот я вам хочу, знаете, сразу сказать, школу такую небольшую дать. Вот если вам кто-то сказал, особенно из лидеров, да, кто-то сказал, нет, мне это неинтересно, не надо, меня это вот вообще не хочу даже слышать. Это моя реакция такая была. Знаете, не отступайте от этого человека. Вернитесь к нему еще раз, еще раз. Она в течение недели мне ссылку на Zoom присылала, присылала и присылала. Я все время говорила, нет, 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 мне неинтересно. Но потом она меня так достала. Я думаю, ну нет, все, я зайду на этот Zoom, посмотрю, что там, и скажу, что мне это неинтересно, и чтобы она от меня отстала. И вы знаете, когда я зашла на Zoom, я пошла не в начале Zoom. Я пошла в середине, потому что думаю, там в начале что-то говорят, а в конце всегда маркетинг. Маркетинг я просчитываю быстро, поэтому я думаю, сейчас я посмотрю, какой маркетинг, скажу ей аргументы, которые, почему я не пойду к ней, и все. Но вы знаете, я зашла на том моменте, вот именно на том моменте, ни раньше, ни позже, когда Роберт Ра, он такой, я захожу, он такое лицо счастливое, довольно радостное, я думаю, а куда я попала? Что это за человек? И знаете, он кричал, я зарабатываю 5 миллионов рублей за то, что я делаю людей счастливыми. Я такая, вау, подождите, куда я попала? Какое счастье! Как можно сделать людей счастливыми? Да еще и такие миллионы зарабатывать! Это о чем вообще? И вы знаете, вот я попала на крючок. Как рыбка на крючок попадает, так и я попала на крючок. И мне стало интересно. И я решила узнать, что же это за такая чудесная методика, которая делает людей счастливыми, да еще и платит такие большие деньги. И вот с 4 января я пришла первый раз на методику супер-жамму. И вы знаете, я вам хочу сказать, я приняла ее сердце. Я поняла, вы знаете, я провела уже очень много школ, то есть тренировок. Я стала интеллект-тренером. Вот 4 января я пришла, прошла сама, там 14-го закончилась. А 3 февраля я первую группу уже набрала, представляете? И сейчас я выпустила уже 90 человек, 90 я прошла за полтора месяца. Обучила довольных, счастливых, радостных, которые лидеры, которые поднялись в пятый ранг, у меня четвертых, ну а третьих рангов, вторых, я вообще молчу. В общем, у меня там уже скоро шестой подкос будет одна, другая пятым на днях, станет другая четвертым. В общем, ранги у нас просто, мы щелкаем их, как орешки. Как я всегда говорю, мы ранги щелкаем, как орешки. А мне одна говорит, Наташа, может, ты так не говори? Я говорю, почему? Ну орешки, они же зубы ломают. Я говорю, так и они зубами, я их молотком бью. И все, и поэтому я щелкаю их, как орешки. Видите, мышление у кого? Кто-то зубами хочет укусить ранги, а я молотком бью. И поэтому у меня так быстро все получается. Вот. И я зажгла уже вот на тренировках очень много людей, счастливые. У меня очень много тренеров тоже в команде, которые уже сами обучают. Сейчас многие начнут обучать. В общем, у меня самая лучшая команда в Супержам. Знаете, что я вам скажу? В чем мой успех? Хотите узнать? Покажайте лайки, кто хочет узнать, в чем же мой успех. В чем мой успех? Как вы думаете? Одно из моих успехов – это то, что я попала в Академию Айше Ханон. То есть я пришла 4 января на методику Супержам. Я попала в Айше Ханон. И вы знаете, я поняла, почему я раньше не попала в Супержам. Потому что вот Айше Ханон не было. Но когда я попала к ней, и она говорит, я открываю свою Академию. Вы знаете, она сказала, в 5 утра надо вставать. А я по натуре была совой. Я ложилась 3-4. Я считала это нормально. Всю жизнь я так жила. И тут я слышу, в 5 утра вставать. Я такая, вау, это не для меня. Я же не смогу. Но она сказала, кто хочет стать долларовым миллионером до конца года, тот будет ко мне ходить на прокачку 14 месяцев. Я 3 дня как была на тренировке. 4 я пришла, 6 у нас началась Академия. И вы знаете, я сразу же приняла решение. Я там буду. Я хочу стать долларовым миллионером. Я все должна сделать. И я должна перебороть свою лень. Вы понимаете, мы ленивые. Где? На самом деле нам лень мешает добиваться успеха. Я всем говорю, тот, кто ленивый, он не добивается успеха. Нет успешных и нет неуспешных. Есть ленивые, а есть трудоволики. Вот и все. Некоторые ищут постоянно отмазки. Говорят, да я не могу. Да у меня не получается. Да я лучше лишний раз посплю. Вот и спи. Немного поспишь. Немного подремлюсь. Немного, сложив руки, полежишь. И придет бедность твоя. Как прохожий, понимаете. Поэтому, чтобы этого не было. Вставайте рано. Кто рано встает, там и Бог дает. Знаете такую поговорку. Вот. И я стала вставать в пять утра. Вы знаете, я получаю там энергию каждый день. Третий месяц я там каждый день. В пять утра там моя команда. Мы обучаемся. Мы заряжаемся энергией. Это очень круто и классно. Вообще, я благодарю Бога. Знаешь, Иханула. Она крутая. Она классная. Она для нас сегодня тоже для команды. Школу провела. Но, знаете, что я теперь сделала? А я для своей команды тоже уже Академию открыла. И теперь в полседьмого утра я свою команду обучаю. Вы представляете? То есть я в пять утра на Академии Иханула. Заканчивается она где-то 15 минут седьмого. И в полседьмого я уже обучаю свою команду. Вот представьте. Просто вот нужно отдавать. Отдавать. Не лениться. Не спать. Мы можем поспать. Можем поныть. Сказать, ой, что-то люди ко мне не идут. Ой, что-то у меня не получается приглашать. Ой, что, как же приглашать? Как же эти лицензии продавать? Да вы знаете, как все легко. И все проблемы у нас в голове. Вы знаете, что мысли материализуются? Мы всех этому учим. У нас есть урок, да? Мы все понимаем, какой у нас урок есть. Я хозяин своих мыслей. А контролируем ли мы их сами? Когда мы говорим, ой, что-то ко мне люди не идут. Ой, что-то у меня не получается лицензии продать. Вы замечаете это в своих словах, в своих мыслях? Вы допускаете их, а я нет. А я знаете, как говорила с первого дня? Если вам показать мою тетрадь, которую я завела у Айши Ахану, да? Знаете, что я писала? Я как только начала, пришла на академию, я первым делом написала. Я мастер, интеллект, тренер четвертого ранга до 11 февраля 2022 года. Никакого ранга не было. Я еще методику не прошла. А я эти вещи написала. Почему? А я решила, что я должна сразу четвертый ранг открыть. И 31 января, без 5-12 ночи, я открываю четвертый ранг. Ну вот как это работает? Мысли, желания. А потом еще аудиотренинг я прошла. Вы знаете, какое чудо аудиотренинг? Вы знаете, что вся моя команда, мастер интеллект, лицензии купила благодаря аудиотренингу. А вот скажите, ваши команды это делают? Почему у вас роста нет? Да потому что вы не учите, что надо это слушать, надо это делать. Я сама слушала, я сама говорила. Я написала аудиотренинг на мастера 11 января. У меня денег не было. Но я сказала, я должна им стать, потому что моя команда чувствовала, хочет мастеров сделать. Я же не должна пропускать эти деньги. Я же разобралась в маркетинге. Я еще даже до конца не прошла тренировку, но я знала, что я должна стать мастером. И 12 января я постановлюсь мастером. Я не буду рассказывать себе чудеса, что произошло. Это очень долгое время не займет. У меня не так много времени, я хочу с вами больше поделиться. Вот поэтому, что я вам хочу сказать. Очень важно, что мы думаем, что мы говорим. Знаете, вот это я хозяин своих чувств и защита информационного яда. Я всегда добавляю, вот у нас там, да, то, что ты думаешь, да, приближает меня к цели или нет. А я своим добавляю не только то, что ты думаешь, то, что ты слышишь, то, что ты думаешь одно, что слышишь другое, что видишь третье. И что ты говоришь, это четвертое. Я добавляю своим, допишите. Тут немножко не хватает не только то, что мы думаем, что мы слышим, что мы видим и что мы говорим, приближает меня к моей цели или нет. Мы должны чётко понимать это, куда мы двигаемся, куда мы идём. Вы знаете, моё желание, сердце было, чтобы моя семья прошла суперджамп. Вы знаете, на моей первой тренировке была моя дочь, 19 лет, которая не хотела жить, которая была в депрессии, которая говорила, мама, я не хочу, мне ничего не нравится, я вот вообще жить не хочу, я от 19-летней дочери вот такие вещи слышала. Вы представляете, и когда она пришла на тренировку лично ко мне, и моя мамочка, которая 76 лет, она тоже пришла ко мне на тренировку, потому что она со мной прошла, это одно рядом сидела, когда я проходила, она бросила таблетки пить, она стала королевой смеха. Вы не представляете, как мама моя ведёт смех, она помолодела, ей 76 лет, ей никто не даёт, она огонь. Сегодня она едет в поезде, вы не представляете, она купила себе лицензию, сказала Наташа, я третий ранг открою до конца марта, вот на днях она купила. Сегодня она в Москву, к моей сестре родной уехала, ну там нужно было срочно уехать. И знаете, что она мне, уже четыре раза позвонила с поезда, она четверым людям уже дала информацию, которые загорелись в суперджампе, проводнице, которому какому-то нерусскому парню ещё двум женщинам, и они уже все дали мне свой телефон. Вот вам пример. А мы думаем, где нам брать людей? Людей нету. Да везде людей полно. Нам просто, мы что-то, знаете, мы пытаемся где-то что-то найти, какую-то презентацию придумать. Мы что-то, ой, как презентовать, ой, научите меня, ой, давайте. Знаете, ничего не надо. На самом деле презентация лучше, это ваша жизнь. Вот знаете, я изменилась, я изменилась. Что через три дня произошло, я вам не рассказала после методики. Как только начала я её проходить, я на третий день встала, у меня нет депрессии, у меня радость, у меня счастье, у меня не болит нога, у меня нет хромоты. Вы представляете всё это за три дня. Почему? Знаете секрет почему? Да потому что я сняла все свои короны, которые были на мне. Я очень много всяких техник проходила, я много книг прочитала, но я когда пришла на методику, мне сказали, сними короны, сними свой черный пояс и вот просто откройся. И знаете, я поняла разницу, кто принимает, а кто нет. Вот кто не снимает короны и остается в них, они вот что-то такие сильные результаты не получают. У меня даже девочка вот недавно закончила методику, она получила результат на седьмом дне. И после этого она мне сказала, Наташа, вот только сейчас я поняла, что эта методика даёт, что это значит, можно я к тебе ещё раз приду и пройду уже осознанно. Я сказала, конечно же можно, это круто, ты же теперь осознанно пойдёшь. Это хорошо, потому что до этого у нас была корона. А у меня не было короны сразу, у меня было желание изменить свою жизнь. Я хотела вот этого счастья. И вы знаете, когда я вот начала проходить методику, я её сердцем принимала. Не принимайте её разумом, не давайте её людям, говорите разумом не принимать, только с сердцем. С любовью и благодарностью я всех учу. Принимай методику с любовью и благодарностью. И чем больше ты благодаришь, тем больше чудес в твоей жизни, понимаете? Запишите себе, что благодарное сердце, оно притягивает Божьи чудеса в вашу жизнь. Именно благодарное сердце, которое не ропщет, которое не боится, которое не жалуется, не ноет, понимаете? вот именно благодарное сердце поэтому я получила такие чудеса поэтому моя семья вот моя дочь прошла она изменилась она говорит мама я теперь поняла кем я хочу стать я буду интеллект-тренером и мы купили ей лицензию она хочет теперь строить этот бизнес выставляете моя мама здесь сейчас моя старшая дочь проходит у меня методику сегодня закончился последний день и моя сестра родная проходила с москвой методику а сейчас мой муж проходит у ростула звукашева методика вы не представляете это чудо моя жизнь она превратилась в сказку до этого когда мой муж знаете слышал королева там ты берем как-то с насмешка а вчера он осланка короля и королевы заходит такой ну что я же король ходит вот такой знаете ну что моя королева и теперь с таким уважением я вам передать не вам это круто это класс и знаете многие говорят как привести свою семью своим примером не словами а своей жизнью знаете у нас с мужем жизнь очень сложная была знаете я когда прошла методику что произошло я просто подошла и с ним села и посмотрела на него он другой я бы ты чё такой мудрый стал он гордония мудрый это ты изменилась я всегда таким вы понимаете и пришло уважение пришло почтение и пришла любовь которая не было все эти годы были какое-то раздражение особенно когда я болела вообще что дает наш еще методика мы стройнеем мы молодеем у меня в команде усят морщины по уходили подбородки 2 по уходили все такие красотки вот что мы должны людям нести приходи них косметологу я всегда говорю уколы сильно дорогие а тут за 7 500 и получишь косметолога и фитнес и все таблетки уйдут у тебя здоровья получишь представляете как нам просто окажется приглашать нам не нужно сверхъестественное что-то придумывать и тем более мы даем человеку профессию вы говорите об этом мы даем человеку профессию 21 века самая лучшая профессия которая получается за 10 дней и знаете что самое интересное не бойтесь человеку говорить о лицензии сразу не продавайте просто методику продавайте именно уже бизнес скажите человеку что ты будешь делиться ты не сможешь молчать я всем своим ты понимаешь до 7 500 можешь зайти но просто что ты же захочешь делиться твоя жизнь завтра послезавтра изменится ну да захочу ну так надо 25 взять сейчас уже сейчас бери что ты могла иметь ссылку и приглашать не бойтесь людям это предлагать знаете мы боимся людям помни же денег нету а как же я скажу ой да он же там 7 500 еле нашел то не думайте наша проблема что мы решаем за кого-то мы когда думаем кого-то пригласить из нашего списка телефона и мы думаем нет я лучше пойду в холодный контакт я пойду в интернет час буду искать вот этих людей зачем у вас есть телефон обзвоните его я никого холодных не искала я начала со своих знакомых своим примером понимаете и вот когда мы покажем пример что мы поменялись вот тогда у нас все меняется и смотрите что у нас должно быть в команде должна быть дубликация дубликация вот это весь секрет вашего успеха если вы научите свою первую линию ваша цель научить первую линию а первая линия должна научить вторую линию не вы должны обучать вторую линию а ваша первая линия и смотрите когда у вас человек приходит он вам задает вопрос слушай а какой у тебя пакет а какая у тебя лицензия если вы сами зашли на 25 как вы можете продать за 150 понимаете мы должны сами быть примером мы должны иметь самую лучшую лицензию самую большую лицензию тем более сейчас что нам компания дает опционы миллион долларов представляете за такие небольшие деньги и люди находят по 150 долларов и знаете что хорошо работает аудио тренинг просто он классно работает а сейчас на следующей неделе представляете владимир довгань будет давать нам классное обучение хочу сказать после того обучения когда провел владимир друга у нас команда так зажглась мы такой заряд получили такие эмоции мы просто теперь сказали мы не остановимся мы сделаем все что только можно понимаете и мы просто полетели поэтому вы сейчас делайте промоушен что на 26 следующую субботу будет владимир довгань давать обучение крутейшие классные мощнейшие вы представляете как это классно и просто знаете скажите сами себе легкий бизнес легкий гениальный и я его строю легко потому что если мы говорим нам тяжело мы это не сможем сделать то мы действительно это не сможем сделать а если я говорю это легко я это смогу я лидер уже сейчас у меня уже сегодня международная команда знаете я первый аудиотренинг на команду записала через три дня как я пришла компания стал моя команда самая быстрая самая мощная международные сетевики заводе доходят мою команду и сейчас я не знаю сколько стран уже моей команды и какие сетевики уже заходят мою команду я только слышу вот так и представлять это все слова жизнь и смерть во власти языка имейте ввиду что нужно то что мы говорим то мы получаем хочешь стать лидером говори что ты лидер говори что у тебя международная команда говори что ты рамки щелкаешь как орешки бьешь их молотком и быстро закрываешь и показывайте пример обучайте свою команду уделяйте время своей команде делайте какие-то обучения для своей команды поднимаете их я всем говорю вы знаете для меня вы вот просто как дети родители радуются за успехи людей детей своих так и я радуюсь за успехи своей команды я хочу каждого поднять или слушай сделай рам 5 за месяц я его сделала за два ты сделала за месяц ты не представляешь как ты меня обрадуешь понимаете мы должны поднимать других мы должны быть понимаете примером для них во всем секретов никаких нет просто наша жизнь это и есть весь секрет когда мы меняемся мы любим и мы учим других любить они видят нас этот огонь и мы передаем этот огонь мы зажигаем эти сердца и просто пусть вашей жизни будет каждый день новое зажженное сердце я вам этого от души желаю я вам всем желаю ранги щелкать как орешки я вам всем желаю мощнейший международные команды сетевиков чтобы они просто шли потоком ваши команды я просто желаю чтобы вы были лучшими международными тренерами нашей компании супер джамп я смотрю уже роберт рап появился я должна передать уже микрофон нашему величайшему королю мега-лидеру историческому герою победить чемпион пример для меня просто подражание это просто родное сердце я так его люблю и благодарю бога за встречу с ним поэтому передаю свой золотой микрофон роберт тебе благодарю всех наталья величайшая легендарная друзья мои родное сердце давайте наталья поаплодируем наше величайшее прям мощно 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 я про нее еще тоже расскажу очень много и только по нее друзьям друзья мои родные сердца всех вас приветствую приветствую нашу дружную международную семью людей которые путем собственно саморазвития меняют этот мир в буквальном смысле слова друзья наталья сразу петру не передал сразу мне то есть молодец благодарю нормально все все к счастью к богатству процветанию все так должно быть друзья смотрите сегодня школа такая знаете обычно же как триумфальное награждение а потом школа то есть да тот кто закрыл попросили роберт ну нужно сейчас зарядить людей нужно дать часы им энергию то есть знания определенные то есть да инсайты которые должны у вас родиться в голове сейчас для того чтобы полетели как ракета и я долго думал что же вам рассказать за полчаса за полчаса так чтобы у вас это отложилось и вы взяли и начали делать то есть да просто-напросто начали делать то что должны делать и я разделил вот эти полчаса на две части естественно сегодня вторая часть будет естественно я вам расскажу почему важно сейчас делать прямо сейчас ну а вторая а первая часть друзья мы да вот моего спича как сказать для моей школы сегодняшней все они будут не кидавать там там формулы там публичных выступлений как работать там социальными сетями или еще что то есть да если расскажу просто такие вещи очень простые и очень важные друзья вот частенько вопрос у кого такой вопрос задавался такой вопрос возникает ну почему у кого-то получается прям летит как ракета у кого такое было вот прямо вопрос так возникал у меня тоже раньше такие вопросы были по отношению когда в сетевых компаниях других работал тогда ну почему вот друзья говорят же такое вот, что ты выберешь, что в твоей жизни происходит, правильно? Вот что ты выберешь? То есть выберешь белое, белая будет. Выберешь белую футболку купить. Белую купишь, выберешь черную, черная будет в твоей жизни, правильно? То есть, вот почему у человека другого получается, а другого не получается. Это выбор. Выбор, настойчивость и действие. Вот посмотрели, я сейчас буду вокруг Наталии Ветровой строить свои выступления, вот начну с неё и расскажу коротко почему лидеры приходят еще и вообще как вопросы возникают вот у меня сейчас самый большой ранг это 8 ранг открылся у меня в этом месяце друзья и я скажу почему это происходит потому что лидеры приходят потому что приходят величайшие лидеры не только ко мне в первую линию но и в глубине ребят сейчас рождаются большая там гирлянды лидеров приходят наталья ветра у меня в какой там линии там в пятой или шестой линии в глубине находишься и там такой рост колоссальный происходит просто-напросто у величайшего рассоуза лукашева который вот-вот уже скоро седьмой ранг откроет уже в этом месте скорее всего друзья уже все все произошло уже друзья и в чем суть суть в том что друзья да почему это происходит это наш ментальный заряд от ментального к физическому метафизику никто не отменял мы сами это все преподаем мысли чертежи нашего будущего и наши мысли наша вера является определенной энергией которую мы можем превратить во что угодно вдумайтесь только в это наши мысли наша вера получится теперь не получится чувство является определенной энергией которую можно превратить во что угодно вот во что ты веришь веришь ли ты что у тебя не получится сомневаешься кто на меня пойдет а вдруг так и будет это твоя энергия вере что у тебя получится тотально все получается вот взять наталью ветру да она пришла разбитая в депрессии сустав болит операцию наделать знаете у меня отцу делали операцию на колено тоже ему сустав меняли ну меняли чашечку колено тоже там железную железку вставили это это ребята ничего не нужно это делать честно скажу то есть я сейчас понимаю что вот все все болезни у нас в голове да если ты веришь ты выздоровеешь ты выздоровеешь таких ситуаций очень много это реально и вся бы все болезни психосоматика да врачи сами об этом говорят то есть врачи ребят покажите лайки вот ребята да что все болезни 70 даже 8 процентов это наши мысли наши обиды наша злость это недвежество которое разрушает нас порой и вот друзья и вот почему вот у меня вот но идет но тоже получается все делать знаете когда какие-то моменты происходят на лайте вот как у наталья ветра она пришла у нее знаете что произошло она прошла супер джамп у нее по здоровью все наладилось сустав перестал болеть встала с этой валидной можно сказать коляски пошла дети смотрят родственники мама да что такое возникает тотальная вера супер джамп тотальная вера вас просто многих это не произошло но это можно вот так включить я знаю я верю заставить свой мозг думать так и вот это нужно научиться делать вам каждому тотально верить в себя тотально верить в обстоятельства которые вокруг тебя происходит тотальная верить в твой успех тотальная вера ну как как же ему я же кривой я же кромой у меня зуба нет как у меня получится я не знаю как у никого лучше все получается без рук без ног парень живет четверо детей как у него получается четверо детей делать хуже как вот как я не верю получится у меня руки ноги есть у него получается почему он верит в себя понимаете сколько мужчин женщин с руками ногами нет сколько сколько у никого лучше друзья мои вера тотальная друзья мои в себя в обстоятельства в то что вверх предполагаемый успех предполагаем успех вере в него вот аудио тренинг это колоссальный инструмент который реально работы друзья мы ноги ноги слышат да да аудио тренинг да 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 я помню как с расула мы помню общались он напомню уехал в турцию в стамбуле арендовал квартиру счета не получается там долги там какие-то там я говорю расул отключись вообще там вот мы должны деньги причислить я за квартиру смогу заплатить я забудь про них забудь беру про то что тебе кто-то должен крест поставь на том чтобы это должен забудь и должен здесь заработать вот тут суп и джамп выбрать продав лицензию зажег сердце g Suite вот тогда у тебя попрет тогда все за счет там надо пустить сбору это вот то что там есть отпустить просто напросто и верить вот в это если ты туда смотришь ты не веришь в этом ты смотришь туда ты веришьこちら ко всем помнить вот по тренинг записал записал потом все слушаешь слушать и сейчас он не играет роберт ребятам с утра слушаю вечером слушаю днем слушаю короче где-то два-три часа у меня выходит вот как только начал слушать у меня рост пошел ребят есть люди которым дайте у которых в голове у него все получается а есть люди которым нужно это слушать нужно слышать это от родных близких вот смотрите вот что произошло почему на наталья ветра вас за два месяца вышла на 5 ран а сейчас и осталось там 60 баллов там до 60 ранга 100 баллов 100 баллов осталось 100 баллов осталось до шоу ранд где-то и ветки все готовы у нее и только балл и набрать осталось едки и все готовы три месяца ребята прошлом есть сколько у тебя доход был давай я не буду озвучить сколько на месяца миллион за два месяца миллион заработал? Где? Когда за два месяца заработать миллион, друзья мои? Выйти на миллион доход? Это просто колоссально. Вот в чем суть, друзья мои. И опять возвращаясь, что мы делаем самое великое дело, самое выгодное, самое успешное. Где такие сейчас возможности есть? Да нет нигде таких возможностей. Вот просто сказать, да нет нигде таких возможностей. Нет! Чтобы лидер пришел, иначе и это все возникло, друзья. Это просто колоссально. И это вы можете сейчас раздавать. Но в чем суть? То есть феномен Натальи. Наталья, когда прошла суперджамп, она вышла, села из коляски, у нее окружение, ее начало проходить суперджамп, начала верить суперджамп больше, больше. Оно быстро прошло. Почему ваше окружение надо вовлечь в вас? Ваши друзья, родственники, дети должны пройти. Они вам каждый день будут говорить подтверждение. Они будут, это работает, это да классно, это супер, это замечательно, это круто. И вы полетите как ракета. Меняйте ваше окружение. Почему у кого-то нет тормозит? Это слова. Вот сегодня Наталья тоже сказала. Это важно, что тебе в уши говорят. Но некоторые умеют защищаться от этого. Ну как бы качки уже в ментальном ядерстве. То есть у нас упражнения есть. А некоторые не умеют. Друзья мои. А некоторым надо характер в этом проявить. Знаете, когда у меня было такое, когда я поднимался еще, тут рост шел тоже. Рост в девятнадцатом году. Не помню, папа говорил, отец мой. Роберт, да у тебя не будет никогда 200 тысяч дохода ежемесячно. Я ему просто, знаешь, прям срыв у меня был. Я говорю, я тебе докажу. Будет 200 тысяч. Вот летом уже все, 200 тысяч будет. Я вот так кричал ему. Я говорю, умру, но я или сдохну, короче, или у меня получится. Вот так вот я ему говорю. Я умирать не хочу. Друзья мои. То есть я хочу жить долго счастливо и писать книги, короче, мимо. Ну у меня такое было. Я до его тона спустился, но надо было ему доказать. А потом все это пришло. То есть вот надо было, понимаете, надо заявить. То есть нужно иногда характер появить. А иногда это вот так вот на лайте идет. Это важно. Вот в чем стоит. Ментальный ваш настрой. Ментальный ваш настрой. Тотальная вера в предполагаемый успех. Вам нужно ее создать. Вам никто ее не даст, но вы можете помогать себе, вовлекая людей вот в это. А как это сделать, вовлекать людей? Не нужно на них огорчаться. На папу я не огорчался, когда я так говорил. Я его любил. Я говорю, пап, ты у меня самый лучший. Вот в тот момент, когда я его так сказал. Я говорю, ты у меня самый прекрасный, самый лучший. Но лучше у отца нет. Вот если бы не было такого отца, не было у меня 200 тысяч. То есть вот ты, говорю, тренинг мой, короче. Друзья, я его благодарю по сей день и буду благодарить всю жизнь, что у меня такой папа. Он самый лучший, честно скажу. И вот это нужно культивировать в себе. Тотальную веру. То есть когда ты веришь в людей, ты веришь в себя. Верить в людей, что он придет, что все получится предлагать, разговаривать с людьми. И сегодня Наталья сказала, действительно, нам порой обучение какие-то нужны для уверенности. Побольше уверенности, побольше речевых модулей и так далее. Это надо, конечно, но самое важное, какую ты практику бы ты не выучил. Вы знаете? Очень много умных людей. Очень много умных людей, ребята, которые по два.. по три института закончили. Формулы знают разные, знают, как космос устроен, знают, как каркету построить, знают... все но почему-то у них нет доходов, почему-то у них нет карьеры. Таких очень много людей, которые по 2... по 3... закончили. А почему? � ней в веры в себя нету. Вера в знание есть, а в себя нету. багаж огромный, а вот он работает по найму. Вера в себя. Иногда вера в себя, она дает больше результата, чем даже знания. А знания не приходят на веру. Те самые знания нужные, те самые программы, те самые книги, те самые соратники, те самые наставники приходят, когда ты начинаешь хотеть, по крайней мере. Мечтать, как Наталья сидела и говорит, дай мне, господи, там вселенная, кто ты там? Ну мне путь нужен, чтобы партнерка была. Да, заказ, чтобы партнерка была, записывай. Партнерка и чтобы это было по-доброму, все классно. Пожалуйста. Вы думаете это случайности? Нет, ребята. Случай это псевдоним Бога. Вселенная, как сказать, друзья, когда он не хочет подписываться своим именем. Вам все дается, о чем вы думаете. Тогда мысли, опять возвращаюсь, ребята, ваши мысли, ваши просьбы, ваша вера, это определенная энергия, которую вы можете направить в любое русло. Так о чем вам сегодня думать? Какой у вас стран будет концу месяца? Ну Роберту нужно быть реалистом, конечно. Я же сейчас, у меня суперджампа не было, ко мне люди не придут, еще что-то. Друзья мои, что вы себе продаете? Тотально верьте в себя. Тотально, друзья мои. И когда у вас что-то месяц завершился, если вдруг у тебя не получилось ранг открыть, или там, ну ты вот так, ну ты дотянулся, ты планировал 10 электронеров, у тебя 5 разошли. Ну ты уже тянулся, ты уже сделал, ты сделал выводы, в следующем месяце еще тотально. Понимаете? Вот чем суть. А тот, кто говорит, ну нет, не получится, я уже стартовать не буду. Я завтра начну, послезавтра пойду. Вот это большая ошибка, и вот это и есть провал. Друзья мои, провал всех дел. В личной жизни, в бизнесе, во всем. Я вообще вот удивляюсь и вот просто вот, слово не люблю, поражаюсь, потому что так словам очень хорошо. Я в восторге от того, что у нас здесь происходит. Здесь люди учатся думать. Здесь интеллект-тренеры, это великий дар уметь думать. Это великий дар уметь пользоваться своими мыслями, как инструментом. Воспринимать это как механизм, как программы. Думать, о чем думаешь. Мы же этому учим, интеллект-тренеров. Ну вообще, интеллект-тренировка, правильно? И сами в этой сфере развиваемся. Думать, о чем думаешь. Я, знаете, я когда-то задумался, ну вот что управляет моей жизнью? Что управляет моей жизнью вообще? Что? Вы сами проходили аудиотренинг, мыслив, информационный яд. Вот если вот, знаете, у меня есть такой ролик, который я даю на информационном яде. Это записано от Виктора Ефимова. Он давал лекцию для, еще 11 лет назад, для сотрудников ФСБ. И вот он там, доктрина управления миром. И вот там отрывок вытащил оттуда из контекста, вырвал для ментального яда. И там проводился пример. Когда-то в Латвии, там один человек, ну, с самосожрением, ну, облился бензином и сжег, потому что в Латвии убирали там памятники, там победы, еще что-то там, короче. Такое, да. И начали по телевизору это показывать. И это начало тиражироваться по всему, в их стране и в других странах. Повторяться начало. Как только прекратили это показывать, прекратилось это самосожжение. Это что такое? Я говорю, да, это работают картинки, образы, которые загружаются в вас, они работают. Я сейчас вот почему веду, сейчас поймете. И когда показали, как молодая пара в России где-то, они женились и решили, короче, пара женилась и решили, короче, спрыгнуть с 16 этажа и разбиться. Ну, не знаю, в честь чего-то там, да, вот у них бред такой. И они спрыгнули и по телевизору начали показывать это. И в стране начали происходить эти события. Да что ж такое? А как прекратили показывать, прекратилось это тиражироваться. Друзья, тогда получается, о чем мы думаем, то и происходит. Какая информация у нас входит, да. Если тебе родственник, там, жена говорит, у тебя получится, классно, верит тебе. У тебя начинает получаться. У тебя это входит. А если не входит, тебе надо защищаться от этого. Понимаете? Как бы не обижаясь на человека, не зляясь на него, любить его, но при этом сказать, это не моя программа. Думать, о чем думаешь, думать о чем, какая программа в тебя входит. Вот в этот великий дар, друзья мои, что мы здесь тренируем. Я задумался, что же управляет миром? Что управляет? Может, деньги управляют миром? Может быть, управляют какие-то олигархи, может быть, президенты? Знаете, что управляет миром? Миром управляет мысль. А кто управляет мыслью, тот управляет миром. Все просто. Хотите управлять своей судьбой, своими результатами, своими рангами, доходами, здоровьем, как у Натальи Ветровой. Сустав не надо титановую пластину вставлять, менять его. Замечательно. Мысли о здоровье, о счастье, любовь себе, благодарность культивировать к миру, к людям. Почему она вызрела? У нее благодарность просто шкаливать начала ко всему миру. Она вышла из этой стагнации, поэтому начал проследить. И таких историй очень много. Я хочу сейчас вашу еще, знаете, сейчас буду идти ко второму этапу, друзья мои. Я хочу к завершению этапа сказать, друзья. Я часто сейчас укажу на какие-то, знаете, такие ошибки. Знаете, вначале у нас такая ситуация была, когда ребята один плюс один в ассоциации. Один плюс один электридер. Да что ж мы так мелко берем? Какой один? Мы зачем себя на это программируем? Один плюс десять. Как только начали говорить, он, Расул, плюс десять. Друзья, я знаете, что скажу? Наши мысли в буквальном смысле материальны. И сейчас Расул их будет обучать, то есть до первой линии десять человек зашло. У него по инерции сейчас, я уверяю, Расул, вот запомните мои слова пророческие, да? Сейчас у него семь-восемь человек просто на энергии залетят еще в апреле. Просто они залетят, потому что он сейчас разогнал эту машину. Да, одиннадцать уже у тебя, да? Они просто залетят у тебя восемь. Даже если ты никого не будешь вовлекать, у тебя на автомате семь-восемь человек еще в апреле залетят в первую линию. Это всегда так происходит. Машина разогнана, то есть ментальная составляющая разогнана, и все происходит. Почему у некоторых не получается набрать группу суперджамп и так далее, так далее? Знаете почему? А потому что внутри мысли, ой, а как я проведу суперджамп? Как я проведу суперджамп? Наверное, я же не смогу, как Наталья Веттеровна. Я же не смогу, как Роберт Ра. Я же не смогу, как вот этот, то есть вот, а что мы скажу? Я же ведь, мне же в школе говорили, что я дура, что я дурак. Мне же родители говорили, что ты бестолочь. Как я проведу, что я им дам? И вот это вас тормозит, и люди к вам не идут. Они вселенной вам, значит там, вселенная сидит такая, так, никого не посылайте ему, пожалуйста, там, чтобы никто даже не подходил к нему рядом, там, и не писал ему никто. Ну, он так просит. У него нет энергии в этом направлении. Ну, как только вы говорите, я, все, у меня есть, что сказать. Сейчас я им улыбками научу. Сейчас тотальная вера. Сейчас я дам ему это упражнение. Так, сейчас я вот это тоже, да, все, сразу же происходит. Так, и сразу же, так, мне насколько надо? Да какой два-три? Десять человек минимум, пятнадцать человек. Наталья Веттеровна, сколько ты проводишь? У нее группа по пятнадцать, по восемнадцать человек в суперджампах проходит. По пятнадцать, по восемнадцать. Я когда слушал такую группу, я говорю, что? Я говорю, да у меня по десять набирается, Наталья. То есть у нее по пятнадцать, по десять человек группа набирается на суперджампах. Это же колоссально, друзья. Да, а вот почему она говорит, людей везде много? Да, конечно, людей много. Как величайшая Вера Макаренко говорит, ребят, в лес приходишь, что дров нету? Как нету дров? Мы живем в обществе, как нету людей? В городе сколько людей? Да их полно. И вы все это можете брать. И вот смотрите, вот у нас установка такая прошла. Один плюс десять. Важно сейчас на это внимание обратить. Ребята, ставьте себе вот эти вот пороги. Не пороги, вернее, увеличивайте себе возможности, ребята, в голове своей, ментально. Увеличивайте. Позволяйте себе больше. Позволяйте себе больше учеников. Как только ты думаешь, что 10 учеников наберу, а как их обучать будут? Все, стоп, они у тебя не придут. У тебя должно быть просто, как будто в душе ворота открыты. Что? Хе-хей, десять, залетай. Короче, не так, что там, ой, подождите так вот, стой, подожди, одного запущу, этого не запущу, а вдруг я тебя не успею стажировать. Все, если у тебя такие ворота внутри, там, ну, как бы такое ограничение, не придут тебе десять. Они пойдут другим воротам, которые открыты, энергетически. Хе-хей, я готов, залетай, короче, да. И это всегда так происходит. Как только себе стоит, так, мне в этом месяце достаточно и двоих, потому что надо стажировать, там, потому что там нужно это. Все, это ментальная настройка, друзья мои. Во что ты веришь, что и происходит, твои мысли, твои буквально смысле. Представляете, вы можете творить что угодно. Но важно, знаете, вот как два раз расслабиться и действовать, действовать, действовать и все начнет происходить. Вот в чем суть. Некоторые говорят, ну, как вот сейчас, до конца месяца, вот у меня, ну, хорошо, когда классно у кого-то суперджампу были, много суперджампов прошло, у вас люди подготовлены и сейчас можно просто закрыть на интеллект-тренера. Ну, допустим, после суперджампа гораздо проще закрывать человеку объяснить про бизнес, чем который, да, ну, я вам скажу так. Кто наш бизнес делает? Ну, обычно после суперджампа заходят такие, ну, заходят такие, знаете, и лидеры заходят после суперджампа, и заходят и просто люди, ну, такие ребята, которым еще до лидера, ну, ну, подрасти еще нужно, да, дух набрать здесь, опыта набраться, да, то есть, чтобы вот позволить себе больше и качать, качать, качать. Но я вам скажу так. Нашу компанию делают лидеры, ну, которые приходят и говорят, я могу, когда же вот лидерский успех. Что такое лидер? Давайте вот разберемся. Это много у нас, Владимир Викторович проводил, то есть, да, вот, вот, обучение по лидерству очень мощное. Я вам еще один вот добавлю, вот, знаете, такое вот важное качество лидера, которое позволяет человеку добиваться огромных успехов. Вот в этих качествах должен обладать лидер. Вот тот человек, который обладает этим качеством, у того все получается сегодня, завтра, послезавтра. Это качество называется «идти в неизвестность». Идти каждый день в неизвестность. У некоторых боятся идти в неизвестность, в темную комнату зайти, что-то сделать то, что никогда не делал. Идти в неизвестность. Это качество нужно развивать. Купить, знаете, когда у вас лицензию покупают, вот как у меня Роза Зайдулина купила, и многие еще такие ребята есть, которые купили лицензию, не проходя суппиджамп, это идти в неизвестность. Когда тебе человек рассказал, мы с Розой один час поговорили, она купила лицензию, зашла на суппиджамп. Это идти в неизвестность. Это качество лидеров. Я ей сразу сказал, Роза, ты лидер. Все, то есть, это все. То есть, да, это важное качество. То есть, да, самое важное, ребят, качество. И вот из таких людей вырастают лидеры. Они растут, они развиваются. То есть, да, понимаете, у них идет колоссальный рост. И вот сейчас вы думаете, ну, как мне сейчас, вот у меня суппиджампов не было, как мне до конца месяца еще сейчас закрыть? Вот сегодня звонок Владимира Викторовича, да, ну как я сегодня кого-то закрою? Вот если у тебя такой вопрос возникает, все, никто никого не закроешь. Но как только ты говоришь себе, да я сегодня, сейчас позвоню, сейчас у меня вот такая вот, как Роза Зайдулина зайдет или еще потом. Я с ней часик поговорю, она купит лицензию, мать лицензию и залетит. Как только ты выключаешь эти тормоза, беспокойство, начинаешь действовать. Вот еще беспокойство, знаете, открыть ворота внутри. Иногда ты начинаешь действовать, у тебя ворота закрыты. Какой-то мандраж, боюсь к этому страху, там не пойду. Ворота открыты внутри и ты качаешь и все происходит. Беспокойство убирать, беспокойство убирать. Понимаете, а вот счастье внутри, спокойствие, уверенность, ты тотально предлагаешь конкретное дело. Это же ответственность человека пригласить. Ты же ведь еще его стажировать нужно. Внутри там ворчут такой, да что ты делаешь, куда ты ведешь его, ты же еще сама-то никто там, и ты сам, еще чека у тебя нет. Ну конечно, там Наталья, там Роберт Ура, там можно, там у них там чеки, там аят, а что там, да. Кто там у тебя такой говорит, я не знаю вообще. То есть это внутри разговоры такие. У многих, ребят. А что нужно сказать себе? Да я красавчик, я самая лучшая, я уникальная, я уникальный, я величайший. Мне выпал шанс и я не должен его упустить. Шанс стать кем-то, шанс помочь человеку сейчас выйти из депрессии и стагнации, а я ему не даю этого шанса. Я же знаю, у меня же есть инструменты. Вот в чем суть. Я скажу про себя, друзья мои. Я купил лицензию, я купил лицензию. Два дня со мной работал Алексей Квашнин. Как работал? Я ему звонил, он мне два раза позвонил, потом я ему звонил. Час рассказывай давай, рассказывай там. Он рассказывал, потом мне говорит, ну что там, ну как, ты с нами что ли? Я говорю, ну как бы да, там мне интересно. То есть это шаги в неизвестность, понимаете. С Владимиром Викторовичем поговоришь? Я говорю, ну конечно поговорю. И тут Владимир Викторович мне рассказывает, то есть мы вышли на скуп, он мне рассказал. Я что сделал? Я шагнул в неизвестность, я купил лицензию за три дня. Три дня общения, то есть у меня не час получается. Роза вот у меня круче, не час надо было только разговаривать. Я накупил лицензию. А со мной три дня. То есть да, то есть индекс шага небоизвестности у Розы гораздо выше моего, то есть друзья мои, правильно? То есть да, а со мной долго не поговорил. Я такой думаю, ну что тут надо делать, все шагать. То есть я пошел. Мама ей говорю, мам, возьми кредит на себя. У меня все кредитные истории испорчены, все там, все три дня. Короче, она взяла ответственность, друзья мои, перед мамой. Понимаете? Все. И мама поверила в меня, шагнула тоже в неизвестность. Вот это качество лидеров. И если бы тогда она сменжевала, сказала, не, не сыночек, ты уж и так 20 миллионов долгов там, ты уж как-нибудь потихонечку посиди уж там. Давай потихоньку уж там. Все. Понимаете, я пошел в другие, ну если бы я там провел качество, я пошел в другом месте искать. Мама сказала, я тебе помогу. Давай, побежала на следующий день в Сбербанк и сделали все это. Все, друзья мои, это важный момент. Вот, ребят, запомните, почему я говорю, идти в неизвестность. Возьмите себе это. Друзья, смотрите, у нас сейчас есть уникальный момент, уникальный момент. Вот сегодня. Знаете, не так, что день прошел, вот надо было с утра начинать этим заниматься. Сейчас самый удачный момент после нашей школы, сесть на телефон и обзвонить людей, сказать, друг мой, заходи, ты хотел же зайти, ты в Супержам проходил, тебе интересно же тренироваться. Да, сейчас самый удобный момент. Зайти, купить мастер лицензию, чтобы тебе Владимир Викторович позвонил. Сейчас. Да, лицензия, она до 15-го, ой, до конца месяца, то есть лицензия такая сумма, потом может быть дороже. Ты же сказал, что все равно зайдешь до конца месяца. Говорил же мне. Да, 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 говорил. Ты подумай хорошо. Сейчас у тебя есть шанс. Сейчас зайти. Ты все равно уже будешь заходить. Все равно ты будешь апгрейд делать тогда. Сейчас сделай апгрейд. Сейчас зайди. Лидеры делают сейчас. Шагни в неизвестность. Сейчас. И это тотальная ваша уверенность. Королевское бытие ваше. Да, пошли со мной. Я знаю, куда идти. Внутри тебя звучит между строк. Бытие твое. И ты человеку объясняешь. Кто-то спокойным голосом, кто-то Эй, давай. Каждому свое. Понимаете, тут подходит. Я сейчас глубоко не углубляюсь, но знаете, все продает энергия. Может быть, ты такой умный, там у тебя столько, ты все знаешь про маркетинг. Знаешь, сколько я таких сетевиков встречал? Сетевики есть, которые, да, вот продуктовая компания, тоже я надвигался. Есть такие продукты, которые все знают про продукт. Да, молекулы все знают, там все, крема, как работает. Все знают про маркетинг. Все знают. Ну, ничего не идет. Ну, не идет ничего. Почему? Огня в душе нет. Веры тотальной нет, друзья мои. Бытия нет. А есть, которые ничего не знают. Он, эй, все, полетели там и так далее. Все и летит. Это знаете, как на дискотеку заходят, вот дискотека проходит, да, вот стоят парни вот эти, которые, да, которые хотят девчонок классно цеплять. Они там, они знаешь, чтобы их цепануть, они такие в спортзал бегут. Футболочку красивую такую одели, вышли такие, и стоят там, стоят, накачались, и заходит такой дрыщ в простом пиджачке, в кедах, и уводит самую красивую девушку, а почему? Бытие другое, а эти дальше так, умные такие, прям они все знают про это, ух, наслушались там, фильмов насмотрели, как женщину, чтобы она счастливой с тобой была, но а вот сын и не там, выигрывает тот, кто уверенный, бытие у кого капитальные, друзья мои, вот так это работает, и тут то же самое, ничего нового, друзья мои, все просто, от нашего состояния, веры нашей, все происходит у нас, надо смелым быть, нужно быть решительным, идти в неизвестность, постоянно, каждый день, каждую минуту, каждую секунду, и в этом вся прелесть, вы знаете, вот, я сейчас смотрю вот восьмой ранг, чек замечательный там, да, все классно, но мне знаете, что нравится-то, мне нравится путь к нему, путь, понимаете, важен не приз, важно, что ты делаешь, вот это, от этого получать удовольствие, от процесса, от процесса самого, и вы никогда не будете, знаете, вам никогда не скучно будет, или там тяжело, там, это будешь получать удовольствие от процесса, друзья мои, а это, как бы, чеки, ранги, уважение, любовь твоих учеников, твоей команды, это, знаете, такой бонус, который летит неизмежно, а в нашем случае это вообще колоссально, и вот, друзья мои, смотрите, сегодня самый удобный момент, чтобы человека пригласить, ребята, кто, смотрите, сейчас удобный момент, не завтра, пусть и завтра, чтобы у него был звонок Владимира Рудовкова, сегодня, кого сейчас вот эта речь вдохновила, и кто сейчас пойдет, звонит людям, дайте образцоваться после школы, дайте образцоваться, что у вас уже на наметке есть двое, трое, четверо, кому позвонить, кто будет сейчас где-то делать, дайте обратно связь, вот такой, поставьте лайк, там, еще что-то, камеры выключены, друзья мои, покажите, пожалуйста, друг другу, замечательно, друзья мои, не нужно много думать, нужно много делать, понимаете, в чем стоит, я еще, знаете, такой секретик раскидаю, и дальше перейду опять, то есть к нашей сейчас школе, которая будет, мне еще, знаете, еще есть минут 10, ему бы не завершать, я, знаете, почему у меня рост идет колоссальный, я каждый, знаете, нет такого, у меня такой, раз, о, у меня теперь команда большая, теперь можно спин, как-то отдохнуть немножко, я каждый месяц начинаю с нуля, нет ранга, нет команды, мне опять нужно зарабатывать, если я не продам абонемент, если я не продам лицензию, мне жрать нечего будет, нет ничего, с нуля, каждый месяц с нуля, это моя установка, ты должен опять делать, несмотря ни на что, понимаете, в чем суть, это интересная установка, вы можете себя программировать, Владимир Викторович об этом тоже много уже говорил, то есть вы можете сами себе придумать какую-то мотивацию, которая вас подгоняет, делайте, формируйте, друзья, все просто, смотри, друзья, у нас 26 числа мощнейший мастер-класс Владимира Викторовича, который ведет, как вообще в наше непростое время, то есть, сейчас вот что происходит в мире, как в этот кризис, который, сейчас вот кризис происходит страшный, у людей сейчас выходит почва из-под ног, у предпринимателей, они сейчас, знаете, в замешательстве, они сейчас, знаете, такой в растерянности, глаза растерянные у них, у многих, у людей, то есть, у простых, рабочих, там, особенно у предпринимателей, у сетевиков, а потому что вот, даже сейчас, если сетевые компании, обратились, они там сами, там тишина такая, знаете, там, ну, ребят, ну, сейчас каталоги у нас без цены, потому что цены прыгают, а цены куда прыгают? Наверх, ну, как бы ниже цену-то, они как бы каталоги всегда 8 выпустят, но тут извините, цену смотрите на сайте, она у нас каждый день меняется, как в таких условиях работать многие предприниматели? Как? Как делать товарообороты? Их вдохновляет это? Нет. У них там, знаете, такой прям эмоциональный такой коллапс наступил у многих. Понимаете, сейчас, что происходит? И сейчас вы можете сказать ему, друзья, у нас, у Владимира Довгана, да, в субботу 26-го будет мастер-класс мощнейший. Как? Вот в наше непростое время, да, войти в состояние счастья, войти в состояние потока, войти в состояние энергии и начать зарабатывать. Как сохранить свою команду? Как сохранить свой статус? Как сохранить свою энергию? Ты можешь зайти на этот мастер-класс, Владимир Довган, это величайший предприниматель, это, это, это. Это стоит всего 150 тысяч рублей, но при этом ты еще получаешь профессию, но при этом ты еще получаешь миллион долларов опционов новой индустрии. Вот, понимаете, то есть опционов вернее, да, опционов новой индустрии получаешь. Друзья, при этом, и получаешь его личное наставничество, ты можешь еще вопрос ему задать, новую профессию и возможность зарабатывать. Как бы, знаете, тут как бы тебе не помешает, ты же партнерские программы знаешь, ну тут тоже у нас партнерская программа, ну как бы не помешает тебе, не пересекается. Ты зайди, посмотри, присмотрись. Все, или он сразу на мастер-класс у вас залетит, по-лидерски, как Роза Зайдуль, то есть все, я покупаю, залетаю. Или он зайдет, или вы еще успеете супержамп провести ему половину, и у меня ребята на четвертом занятии уже распаковываются, рецензии покупают, потому что они говорят, все, все, классно, супер, я понял, как работать, я залетаю. Кому я вначале посеял зверно, что можно стать тренером здесь, вначале. Он эти четыре дня, когда проходил, он через эту призму проходил. Понимаете, вот что нужно сейчас вам делать. Сейчас использовать этот день, чтобы люди зашли, кто будет делать, и сейчас использовать эту неделю максимально. Зарядить себя просто как пушку. Тотально начать действовать. Тотально просто, еще больше, чем вы делали. Почему? И у вас будет просто ошеломительный результат. Инструмент работает, 6-го уже сработал инструмент. Давайте будем объективными. Колоссально сработал, друзья мои. 15 сентября, 15 марта сработало, по цене. Ребята, сработало, людей очень много зашло. Это замечательно, ребят. Они вам еще благодарить вас будут. Спасибо будут говорить, друзья. О, благодарю. Знаете, сколько мне тренеров говорят спасибо, благодарю. Знаете, что мне уже, я уже несколько раз слышал такое, Роберт, я вот об одном жалею. Почему ты раньше до меня не дозвонился? Почему ты раньше мне про это не рассказал? Почему ты раньше не нашел нужные слова, чтобы я зашел сюда? И таких очень много слов, друзья мои. Почему только вот об одном, а я их за уши сюда затаскивал? Зайди, купи, возьми. На эмоциях заходи. Некоторые говорят, о, на эмоциях не завожу. Я завожу на эмоции. Пускай заходят на эмоции. Тысячу раз скажу спасибо. Реально. Особенно лидерам. То есть все, заходи. Ну, лидеры осознанно, они заходят, они такие, все, ну, внутри, шагать неизвестно, сидят они, они осознанно, так, риски все прикинули, так, 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 да сколько раз я уже там пролетал, да ладно, сейчас зайду, да ничего страшного. То есть, где наше не пропадало? То есть, да сюда там, Лучше сделать, лучше сделать и жалеть, что это сделал, чем не сделать и жалеть, что этого не сделал. Вот, если бы мне кто-нибудь сейчас рассказал про суперджам, что есть миллион опционов, что это это. я сидел такой спал так роберт лучше сделать ну и жалеть что это ну что допустим не получилось да чем потом жалеть что этого не сделал да через какое-то время видите в чем фишка опять же стратегии победителя то сделать неизвестно шагать постоянно она у меня было давно уже когда я бизнес еще занимался да еще мебельный то есть нет такое было его смотрите друзья мои сейчас у вас есть уникальный инструмент вот сегодняшний день он еще не завершился инструмент во влечь людей максимально сейчас не завтра потом лидер делает сейчас не завтра и эта неделя 26 до 26 числа до субботы 17 00 секунды пошли минуты потом дни до уменьшения вы можете сделать просто колоссальный результат вывести своих интеллект тренеров на новые ранги и себя вывести на новый ранг и открыть и показать колоссальные чеки своему окружению друзья вот у некоторых возникает такой вопрос особенно у новичков здесь кто новички вот есть друзья это нормально новички сейчас у нас есть пятна деньги мы же тут а духовность и так далее у некоторых начале не как-то вот не коллерируется этот не соединяется никак то есть в голове да я скажу так ребят наша задача показать чеки сейчас космические большие чеки мы уже это покажем у нас уже конкретный результат друзья мы ему уже идя в таком темпе мы перевалим за 100000 долларов чек даже можно я покажу вас будут огромные чеки и у всех реально у меня будут чеки у кого-то 50 встрях fauta 70 у кого-то в 80 кода 90 у кого-то 100000 долларов в месяц чеки будут это 10 млн 12 млн рублей, 5 у кого-то 7-8 млн рублей в месяц, у кого-то 3 млн hell месяц вот кто вот зарабатывался миллион у него 3 миллиона или 2 миллиона 800 родственники ваше окружение это что такое что мы сейчас делаем ребят мы сейчас делаем историю сейчас что произошло кризис на нашем пространстве да это касается кризиса и европы и везде везде что кризис у всех все просело в марте нет оба нет оборота сетевых компаниях инвестиционные компании многие сейчас и традиционный бизнес у них там коллапс а у нас тут праздник а у нас тепло а у нас светло а у нас улыбки а у нас покупка новых квартир покупка новых машин за дорогую цену неважно сколько стоит потому что завтра будут еще больше доходов куда они пойдут куда они будут смотреть мы обязаны сейчас такие чеки показать показывать им свои финансовые результаты для чего мы это делаем и для того чтобы выпендриться и так далее что прославить супер джам чтобы еще больше с удалить чтобы спасти наш мир от уничтожения природы спасти мир от вот этого коллапса чем больше людей тренируются тем больше действовать счастливых любящих друг друга чем больше людей начинает помогать друг другу улыбаться помогать маме папе дочке говорить уже чё ты бестолочь сколько ж можно ты двойки ночью стройка когда же нормально ты учиться будешь наконец-то мама будет быть своему сыну ты у меня чемпион ты король ничего ты двойку исправишь свою ты же у меня величайший ты гений представляете ребенок стал счастливый вы можете детей делать счастливыми мужей жен друзей родителей через супер джам да вы просто ангелы счастья неужели вы не хотите ими быть на тысячу процентов тотально делать свое дело свое великое дело ребята свою великую работу служение обработку брать служение свое великое ну как этого не делать друзья мы мы делаем и через это мы спасаем мир от уничтожения природы от от войны которые сейчас происходят в головах у людей откуда откуда война появилась мысли же вначале мысли мысли здесь вот вы здесь ребята война начинается вот ненависть злость осуждение разочарование обиды страхи что кто-то будет главное что нас кто-то понимать вот тут а потом это все материал на мире появляется понимаете вот так вот и вот тут нам нужно у себя держать все в чистоте гигиена ума гигиена то есть ментальное изобилие счастья любви и процветания и это давать максимально людям и создавать как можно быстрее таких специалистов как можно быстрее а иначе а иначе не по-другому никак друзья мы мы обречены ребят на успех я вот так вот верю у меня нет в голове что чем что мы не успеем что значит не получится мы обречены на успех это у вас у каждого если вы здесь суда третий тренеры это у вас у каждого вот здесь судьбой написано вот линия если вот гадалки посмотри ты великий человек тебе судьба такая спасти мир у вас у всех это написано не просто так вы здесь друзья мы это судьба спасти нашу планету от безумства от невежества и перевести на новый уровень всю нашу цивилизацию и вам просто нужно это исполнять и тотально верить в это и у вас и сейчас инструменты 26 суббота школа владимир довганя для предпринимателей для тех кому сейчас нужны деньги для тех кого то сейчас нужны точки опоры тех сейчас нужен знаете индекс счастья для тех кому сейчас нужны какие-то инструменты новые они есть такие как наталья ветрова сейчас сидят на кулак там наматывают сопли подобную уже натальи уже вышла из нас это подобная то есть да вот сейчас люди мужчины женщина они сидят сейчас и думают и господи ну даже нет что-то такое друзья мои кто-то к ним придет из этих тренеров а на и кто придет Поворот открыт, и тот, кто трубку поднимает, и делает. Трубку поднимает и делает. Трубку поднимает и делает. Тотально. До 12 ночи. И утром просыпается в 6 утра и опять делает. Его уже голова болит, его тошнит уже от этого. А он делает, потому что мир спасти надо. А почему его тошнит? Просто организм не выдерживает. Очень много делал. Голос охрип, как у Айшей Ханун. То есть она, Роберт, я не выкуплю. Конечно, школу столько вести. Конечно, ты охрипнешь. И это нормально. Сколько раз я охрипал тоже за эти 3 года, ребята? Очень много. А Владимир Викторович вообще голос терял в начале 2019 году. Было такое, что неделю приходилось ему молчать. А потому что без остановки говорили, запускали новую индустрию. Это зайти за предел. И я вас сейчас призываю зайти за предел. Я вас призываю зайти за предел для спасения мира. Для спасения сейчас людей. Дать им возможность, дать им новую профессию сейчас. И через это спасим людей. Я сейчас не призываю вас вытаскивать людей из депрессии много-много. Я вас призываю найти интеллект-тренеров, которые создадут еще интеллект-тренеров, еще интеллект-тренеров, еще интеллект-тренеров, еще интеллект-тренеров. И вот только так мы спасем мир. А побольше мы всех там, понимаете, потом эта индустрия разрастется. Вот наши ученики-учеников, 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 ученики-учеников спасут весь мир от депрессии и от стагнации. сейчас туда направить свою энергию фокус на приход лидеров открыть ворота для лидеров вот тут ребята все у вас и это включается вот так я решил я решила я величайшая я тот самый человек который это делает без меня тут ничего не произойдет я центр вселенной я могу потому что мои мысли материальны я творец я родилась для этого время для подвига пришло друзья пришло то самое время чтобы сделать подвиг и вы уже его делать и вы уже величайшие молодцы я вас всех знаете я всеми вами горжусь я во всеми вами восхищаюсь друзья вы каждый артем мировой там марина самсонова да вот у меня ребята там вот растут просто гигант ребят я вами всеми горжусь и восхищаюсь почему а потому что мы делаем невозможное невозможное делаем друзья мои да в этот век в этот сейчас вот такое в стране это творится а мы показываем людям что здесь есть друзья мои есть бизнес есть счастье есть выход есть точки опоры есть твердая почва сейчас у людей игру вышла почва из-под ног нет твердой почвы люди в замешательстве люди в растерянные предприниматели лидеры растерянны и тут в них в их не жить врывается уверенный интеллект тренер с яркими лучезарными глазами уверенным голосом или спокойным уверенным голосом или ярким уверенным голосом говорит о новых перспективах говорит о новых возможностях что можно зарабатывать на людских качествах будучи ментором запустить новую индустрию оставить в истории у меня такой чек у моего наставника такой чек у нас такие чеки у нас вот это вот это за два месяца можно выйти на миллион доход в ежемесячный кто-то из вас пойдет делать на кто-то дальше будет говорят своих мыслей и думать что это невозможно все у вас тут вот так пошел и включил и все произойдет друзья что друзья мои родные сердца я завершаю сегодняшнюю школу я вас всех за полчаса много не рассказать ребята то есть мы у нас еще буду школы я уверен то есть да и что-то там структурированные еще какие-то моменты поделюсь какими-то школами но я скажу так какие бы вы не запускали академии какие бы вы не запускали я честно скажу я не своих лидеров не учу вот разу скажи я тебя научил какую-то академию запустить или я шехану нет я хочу чтобы они сами научились это делать я никаких инструментов им не дал и не буду давать а потому что когда они сами своими ручками что-то придумывают они любят это они холят это лет не роберт дал они сами придумали какую-то методику как запасить лидеров о как классно да я величайший и уверенность самооценка растет поэтому ничего не даю я просто рассказываю что здесь есть такие возможности и порождаются величайшие лидеры друзья вот так вот друзья мы об этом подробнее поговорим еще на других школах друзья я обязательно дам я все отдаю все что тотального мне есть я никаких секретов держу и вас призываю к этому служите этому миру ради спасения всего человечества отдавайте все не держите в себе в своей команде есть какие-то фишки делитесь от души говорите от сердца на тысячу процентов отдавайте в этот мир мир на счет вам отдавать так устроен мир так устроена вселенная и вы про это знаете самое главное знаете но многие знают но не осознают друзья начните изучать начните практиковать и увидите как какой мир благодатный какая вселенная благодатная друзья мы она насчет вас благодарить ну что рады сердца всех вас поздравляю с величайшим ростом с величайшим легендарным ростом сегодняшний день ребята с тот самый день когда надо закрыть еще интеллект тренеров чтобы у вас зашли до 12 часов зашли люди которые к добру не попадут а это очень ценно друзья мы это другое бытие ваших людей которые купят сейчас лицензию и сегодняшняя неделя она ключевая ребята рубикон 26 марта 17.00 по москве как можно больше тренеров что туда зашло ребята действуйте ради спасения всего человечества ну что друзья мои родные сердца пристегиваем ремни безопасности как любить говорить рассыл величайший золкашев то есть да наш легендарный тренер да то есть да и друзья мы полетели полетели к богатству счастью и к всеобщему человеческому процветанию потому что ваше богатство ваше счастье неизбежно равняется счастье всего человечества так устроен мир так устроена небесная механика соответствуйте этому действуйте ребята вы обязаны стать долларами миллионерами миллиардерами и счастливыми людьми и тогда весь мир станет счастливым